сегодня такая классная погода вообще супер здравствуйте дорогие мои друзья приветствую вас вновь в италии сегодня мы поговорим про туризм летом 2021 года итак какой прогноз что я читала что я слышал от моих знакомых друзей все итальянцы остаются в италии никто никуда не едет италия будет переполнена сейчас у нас открыты рестораны только летняя веранда рестораны долго не работали поэтому цены повысились все в два раза вот например посмотрите кону конфликта место это жареная рыба было 5 евро теперь стало 10 с открытием ресторанов рестораны открылись только у кого есть летняя площадка веранда у кого нету это летние площадки они занимают парковочные места напротив своих ресторанов таким образом парковаться стало еще сложнее невозможно нигде найти парковку вот это бога дасы в генуэ очень популярное место смотрите сколько людей все мои знакомые итальянцы кого я слышала остаются в италии никто никуда не едет камилочка скажи привет и посмотри в камеру привет мой художник юный итальянцы планируют отпуск в таскане в пули и в сицилии в калабрии на сардении никто не хочет делать тампоны потом сидеть в карантине 15 дней после возвращения это если хорошо ты работаешь удаленно а если например тебе слух сразу нужно выходить на работу физически ты не можешь опять две недели позволить себе просидеть дома уже и так мы очень долго сидели итальянцы не любят делать никаких телодвижений сложных и принимать какие-то слишком серьезные и сложные решения они не хотят быть на карантине не хотят делать никаких тампонов чтобы куда-то ехать например люди из севера не год нам достаточно поехать на юг в калабрию в сицилию на сардению и мы уже будем рады то же самое с юга мы поедем на север в тоскану сменим обстановку вся италия очень разная ты переезжаешь из одного города в другой и у себя ощущаешь уже в другой стране скажем так поэтому сезон лето 2021 в италии будет очень очень насыщенный хотя вот если кто девушки хотят познакомиться с итальянцами этот год как нельзя благополучный как на мой взгляд потому что итальянцы все остаются в италии я иногда даже прихожу в генную на пляж летом и смотрю что все иностранцы все абсолютно итальянцев нету вот если например девушки едут в италии познакомиться в августе с итальянцами на пляже итальянцев нет они все куда-то едут в испанию в америку я не знаю ну куда угодно но только не в италию вот в этом году как раз предоставляется такой шанс познакомиться с коренными итальянцами но как я уже сказала на мой взгляд в этом году цены будут в два раза выше на все на отеле на рестораны на парковку даже вход в церкви повысился раньше вход в церкви был бесплатный сейчас это 2 3 евро 5 7 даже 10 экскурсоводы такси все будет в два в три раза дороже и с этим можно согласиться это можно понять потому что люди практически год просидели в локдауне ничего не делали наверняка у них скопились и долги и все остальное в общем люди хотят вырвать вырвать как вот знаете в крыму например вот я помню приезжаешь крым цены очень дорогие до цены очень высокие почему так потому что это мы работаем максимум 3-4 месяца в году все и нам за эти три-четыре месяца нужно сорвать куш итальянцы конечно же боятся что опять они будут в локдауне с сентября с октября поэтому вот в этом году будут очень очень высокие цены и конечно же по поводу молодежи например сейчас вакцинирует в италии людей старше 60 лет потом может быть в мае в июне начнут вакцинировать людей 40 50 лет когда начнут вакцинировать людей меньше 40 лет младше 40 лет неизвестно поэтому вся молодежь остается в италии без вакцины без зеленого паспорта ты никуда не можешь поехать молодежь очень устала быть дома устали быть все время находиться в одном и том же месте поэтому все сейчас просто как сумасшедшие ищет каких-то вечеринок ищет куда-то поехать куда то пойти просто вот вы знаете я смотрю на улицах италии все такие счастливые наконец-то они все вышли но итальянцы никуда не поедут в этом году поэтому италия будет переполнена именно итальянцами по поводу пляжей в этом году будут такие же условия на пляжах италии как и в прошлом году есть такой об аппликейшн спят джанте спят дженте что-то такое вы его загружаете находите определенный пляж и бронируйте там место но в этом есть большой минус если вы не забронировали место вы приходите на бесплатный пляж то есть городской пляж там может быть вообще никого стоят такие как бы колышки такие деревяшки под номер очками и там никого нету и ты спрашиваешь можно я зайду на пляж и такой хостес стюарт здесь теперь так называется говорит нет у нас все забронировано эти все колышки как бы да вот какая-то группа людей она забронировала это колышка с номер очкам и она скоро придет они на целый день его забрали но ты им говоришь но никого же нету можно я зайду у меня может быть там я час буквально покупаюсь по загораю и уйду нет нельзя вот здесь забронировали и все и мы просто вот прошлом году так возмущались с серджио с камилой но вот такие правила представляете нас все-таки пустили мы пробыли практически полдня на этом пляже никто так и не пришел мы покупались по загорали сходили в ресторан вернулись опять покупались опять по загорали в общем так и ушли так и никто не пришел то есть получается люди бронируют эти места потом не приходят и эти места пустуют вот такой вот абсурд в италии может быть по поводу отелей тоже я смотрю что отели и квартиры airbnb все стоит в два в два с половиной в три раза дороже всем это стоило в прошлом позапрошлом году конечно же это объясняется тем что отели пропустовали очень много времени и люди хотят сорвать куш люди хотят заработать вот вот так вот в италии сейчас такая ситуация поэтому очень все сложно очень все дорого и очень все проблематично в этом году конечно же если у вас есть родственники если у вас есть какой-то мотив приехать в италию по каким-то определенным причинам вы доедете но ехать просто так в италии и не думайте что вы найдете ту италию которая была два года назад нет это будет совершенно другая италия это будет италия более проблематично и более дорогая менее качества к сожалению по поводу погоды этой зимой в италии было очень большое количество снега к сожалению горнолыжные курорты были закрыты но это была очень холодная очень снежная зима и вследствие было очень она и продолжается холодная и дождливая весна мы не помним никогда чтобы в италии была такая весна то есть мы уже 1 апреля 1 мая так точно прямо купались и загорали вовсю на пляжах италии сейчас уже середина мая так до сих пор у нас продолжаются тучи продолжается дождь продолжается холодная погода море холодная поэтому я думаю что этим летом будет очень-очень холодная дождливая пасмурная погода в италии поэтому понимаете тратить все эти деньги проходить все эти процедуры с тампонами с тестами с карантинами 15 дней в отеле за свой счет жить причем если вы приезжаете в италии вам нужно жить в каком-то определенном именно отеле которые тебе дает государство это может быть очень дорогой отель в общем тебя пытаются пытаются как бы тебя снять денег как можно больше по приезду в италии ты можешь отсидеть этот карантин а в итоге найти плохую погоду вот так вот так что ребята не знаю какой прогноз прогноз печальный на пребывание в италии туристам в этом году надеюсь что все-таки итальянцы никуда все таки не поедут скорее всего 99,9 процентов они никуда не поедут поэтому итальянские деньги останется в италии вот так вот на этом все дорогие друзья даже если вы не попадете в италии в этом году надеюсь мой канал будет скажем таким окном в италию для вас поставьте пожалуйста лайк этому видео если вам понравилось подписывайтесь на канал всех целую обнимаю с вами была ксения кюн и мой влог из италии пока 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 пока